Новосибирцев, попавших в сложную жизненную ситуацию, теперь снабжают горячими обедами на вынос, а не в столовых. Коррективы опять же внес коронавирус. Бесплатные обеды раздают в комплексных центрах социального обслуживания населения. Тем, кто не может приехать сам, еду в ланчбоксах привозят волонтеры. Продолжит Михаил Якимов. Ольга каждый день приходит в комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского района. Здесь она получает горячие обеды для себя и ребенка. Вкусно, мне все нравится, что индивидуально, все в контейнерочках, свеженькое, все хорошо. Удобнее взял и пошел. Пришел домой, разогрел и покормил детей. Таким образом нуждающимся новосибирцам помогают уже не первый год. Департамент по социальной политике регулярно проводит конкурс для поддержки социальных предпринимателей. Победители получают субсидии на реализацию значимых проектов для города. В рамках этого конкурса разыгрывается 18 различных направлений, направленных на социальную поддержку. Различные граждан и жители города Новосибирска. Одно из таких направлений – это организация горячего питания отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Компания «Победитель» получила субсидию больше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Эти деньги потратили на то, чтобы обеспечить малоимущих и многодетных горожан горячими обедами до конца года. «Меню разработано сбалансированное, то есть подразумевается двухнедельное меню. То есть блюдо повторяется один раз в две недели. Комплекс включает в себя первое блюдо – это суп, и второе блюдо – это какое-то мясо, котлета, гарнир». «Второе блюдо – это жареное филе курицы и овощное рагу. Это второе блюдо». В меню обязательно есть и выпечка. Стоимость каждой порции – 180 рублей 40 копеек. Горячие обеды в Новосибирске получают 126 человек в трех центрах комплексного обслуживания – Дзержинского, Ленинского районов и Центрального округа. Тем, кто не может прийти сам, еду доставляют волонтеры. Добровольцы продолжают помогать пожилым людям, которые остаются на самоизоляции. «Бабушки в основном малоподвижные, просят купить продуктов, заявки. Кому-то нужно сходить в аптеку, либо получить лекарства в больнице. Заявок меньше, но они есть». Раньше бесплатный обед можно было съесть в столовой. Но те, кто имеет право на такую поддержку, говорят, что забирать еду с собой даже удобнее. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.